Давайте рассмотрим процесс создания отверстий в криволинейных балках. Все что требуется, выбрать балку щелкнув на ней при нажатой клавише Shift, и затем щелкнуть на оси привязки, чтобы вызвать локальную панель. В локальной панели выберем команду «Вставка отверстия в балку». Открывшийся диалог параметра отверстия балки задержит различные настройки отверстий. Мы можем указать форму, а также размеры и привязку отверстия. Нажатие на кнопку «Ок» приводит к закрытию этого диалога и размещению отверстия в том месте оси привязки выбранной балки, где был сделан щелчок мыши. Также можно добавить дополнительное отверстие. Мы можем перемещать и изменять расположение существующих отверстий в пределах выбранной балки. Дополнительное отверстие можно также создавать при помощи команд «Перемещение», «Тиражирование» и «Распределение», а также с использованием горячих клавиш. Давайте выберем одно из отверстий и откроем диалог параметров при помощи информационного табло. Как видим, для отверстий в диалоге отведена специальная вкладка. Так как сейчас в выборке присутствует только отверстие, все остальные вкладки диалога не активны. В этой вкладке можно изменить размеры, привязку и форму выбранного отверстия. Перейдем в 3D-окно и снова выберем криволинейную балку. Давайте еще раз откроем диалог параметров выбранной балки. Обратите внимание, что теперь все вкладки активны, так как в выборке присутствуют все балка, а не только отверстия. Также обратите внимание на значок с восклицательным знаком на вкладке отверстий в балке. Наличие этого значка говорит о том, что в балке присутствует несколько отверстий, доступных для редактирования, и изменение настроек отразится на всех отверстиях. Давайте введем новое значение привязки отверстий. Как видим, расположение всех отверстий, присутствующих в балке, моментально изменилось. Сейчас мы видим на плане этажа три одинаковые балки. В каждой балке присутствуют по два отверстия. Давайте изменим геометрию первой балки и преобразуем ее при помощи локальной панели в криволинейную. Перед завершением операции автоматически открывается диалог расположения отверстий в балке. И мы должны решить, как будут размещаться отверстия в результате изменения геометрии балки. Будут сохранены расстояния до концов балки или пропорции привязки отверстий. Давайте выберем вариант «Сохранить дистанцию». Обратите внимание, что расстояние между отверстиями и конечными точками балки, измеренное вдоль оси привязки, не изменилось. Мы можем проверить это, создав новую размерную цепочку вдоль линии оси привязки балки. Давайте искривим вторую балку, применив тот же самый радиус, который был использован в предыдущем примере. На этот раз в диалоговом окне «Расположение отверстий в балке» выберем вариант «Сохранить пропорции». Соотношение расстояний между отверстиями и конечными точками оси привязки балки не претерпело изменений. Мы также можем убедиться в этом при помощи новой размерной цепочки, расположенной вдоль оси привязки балки.